Несмотря на то, что до регионального чемпионата WorldSkills еще несколько месяцев, в Сахалинском техникуме строительства уже приступили к подготовке. Одна из компетенций первенства – сварочное дело. Студенты оттачивают навыки на практических занятиях. Для хорошего результата необходимы десятки, а то и сотни часов практики. Сейчас группа СВ-21 по профессии сварщик ручной и дуговой сварки, плавящаяся покрытым электродом. И также у них профессия сварщик частично механизм сварки плавлением. Сейчас они проходят учебную практику по ручной и дуговой сварке, выполняют сварку пластин толщиной 10 мм и стыковые тавровые соединения. Работы ведут с толстым металлом. Изделия подготавливают на специальном оборудовании. За отведенный срок студенты должны приварить две детали друг к другу. Мне бы ОТВ вырезать из этой железки. Не получится? Нет. А почему? Как устройство называется это? Резак. А для чего он нужен? Он нужен для резки металла с тропаном. Я так понял, это какие-то заготовки. Для чего это и что это за металл? Сталь из Т3, 10 мм толщиной. На этих пластинах мы учимся варить, тренируемся. Почему решил на сварщика пойти учиться, если не секрет? Ну, мой отец сварщик решил пойти по его стопам. Ну и профессия сама нравится. Основные критерии оценки – ширина, глубина и ровность сварочного шва. После того, как изделие проверит мастер, его снова распиливают на две части, а затем опять скрепляют. Тяжело в учении, легко в бою. По-другому набить руку перед чемпионатом не получится. Некоторые из ребят уже имели опыт выступления на WorldSkills не только на региональном этапе. Участвовал я на регионе, занял первое место. Ездил на отборочный, прошел отборочный и летал на Россию, в Уфу. Он получил медальон. Самый распространенный – это ручная дуговая сварка покрытыми электродами, так как она мобильная, легко в использовании. Можно варить на открытом воздухе, стоять в палатках в лесу. Полуавтомат, он больше для помещения, так как у него выходит газ, и для него нужна спокойная среда. Аргоновая – самая качественная. Она и варит цветные металлы, также черные металлы. Чемпионат молодых профессионалов стартует в феврале. Победители областного первенства смогут отстаивать честь региона на всероссийском этапе. В соседнем цеху, как и в сварочном, работа идет полным ходом. Здесь студенты готовятся к компетенции «Столярное дело». Алина Табакаева уже участвовала в региональном первенстве молодых профессионалов. В прошлом году конкурсантам необходимо было спроектировать и собрать оконную раму. Мы изготавливали рамы на время. У нас было три дня. За это время мы должны были успеть начертить черчож, перенести все выноски на заготовки. Потом на электроинструментах все это профрезеровать, оттарцевать, все вот это сделать. Еще была ручная работа, там, стамесками зачищали. Собрать крытую беседку – еще одно задание прошлого первенства. С этой задачей справились далеко не все. Учтя ошибки, в этом году приступили к подготовке раньше. Алина надо было собрать вроде за 8 часов. Я собрать, к сожалению, полностью не успел. Ну и выбыл, и все. А другие ребята пришли и съездили на отборочные соревнования. Мы собирали из порода дерева сосны, работали на станках фистул, которые вот тут находятся. Не успел, потому что просто банально не хотел времени все сделать. Прежде чем собирать изделие, дерево необходимо подготовить, высушить и обработать на специальных станках. Для того, чтобы создать ровную базу на доске и торец, чтобы строгануть, чтобы ровненький было. И тогда уже можно работать на рейсмусе. А рейсмус для чего? А рейсмус для того, чтобы задать бруску или доске толщину. Сухое дерево есть сухое дерево. Влажность дерева должна быть 12%. Вот это сухое дерево. А если чуть больше влажность, то уже, ну как, она может станок взять, но уже шершавость будет на доске. Недавно стало известно задание предстоящего чемпионата. Участникам необходимо спроектировать и создать непростое изделие. В отличие от оконной рамы, формы у объекта должны быть округлыми. Чемпионат назначен на 26-28 февраля. Весь сезон, весь год мы готовимся для того, чтобы к чемпионату подойти уже окрепшими, с уверенными действиями относительно разметки, изготовления изделий. В начале учебного года, в сентябре месяце, было опубликовано задание для оригинального чемпионата. В этом году это так называемое трюмо с зеркалом. Как и положено по стандартам WorldSkills, изготавливается из ценной породы древесины, бук. Работа подразумевает выполнение большого количества соединений столярных. Не все практиканты предстанут перед судьями. Для тех, кто не попадет на первенство, подготовка станет хорошим опытом. Ребят, мы стараемся привлекать к тренировкам разных курсов, чтобы и первый был, второй и третий. Это очень важно для непрерывной подготовки участников сборной, потому что, когда выпустится лучший, как говорится, уже уйдет, например, в армию или на производство работать, к этому времени уже должны подрастающие поколения быть тоже во всеоружии готовы к любым конкурсным испытаниям. Дмитрия Кондрина сложная задача не пугает. Молодой человек с детства мечтал работать руками. Своё первое изделие – деревянную машину – смастерил в четыре года. Колеса не крутились, двери не открывались. По словам Дмитрия, удовольствие доставлял сам процесс, а не результат. Спустя годы, когда пришло время выбирать специальность, долго раздумывать не стал. Сейчас будущий специалист понимает, почему сделанный в детстве автомобиль был далек от идеала. Дело не только в сноровке. Прежде чем приступить к работе, необходимо создать проект и визуализировать результат. Дмитрий, расскажите, что вы здесь делаете? Похоже на трюмо. Это и есть трюмо для зеркала, задание, конкурсное задание для регионного чемпионата. Что самое сложное в выполнении этого задания? Ну, мне кажется, сначала самое сложное – это чертёж, то есть его понять, а потом уже… А вы это цельным куском будете вырезать или по частям, а потом как-то склеивать? По частям. А как вообще эта технология выглядит? Вы потом гвоздями или саморезами будете скреплять? Нет, технология проста. Сначала делается каждая отдельная деталь, а потом уже делается как бы соединение шипы, допустим, с проушинами. Вот, и она будет так скрепляться. У вас уже есть опыт участия в WorldSkills или это первый будет? Есть. А когда участвовали и какие результаты показали? Ну, последний раз – это было летом. Пробрался в финал, то есть вот всё. И, ну, к сожалению, так и не поехал. А на каком курсе учитесь? Третий. А после окончания учёбы какие планы? Плана особо нет, ну, армия, потом работа. А можно я вот что-нибудь тоже здесь вот самое простое сделаю? Ну, конечно. Чтобы создать проект, необходимо придерживаться правил. Даже одна неровная линия может стать причиной штрафного балла. Какую линию мы будем размечать? Давайте я вам сейчас размечу. Вы сможете соединить или нет? Допустим, вот эту вот. Так, вот смотрите, две точки вот эти мы должны соединить с этими, правильно? Ну, не совсем соединить пунктир сможете сделать или нет? Так, вот всё, я понял. Держите микрофон, держите микрофон. Для человека без опыта все эти чертежи могут показаться сложными и непонятными. Однако, при реализации проекта работа с карандашом и линейкой может послужить отличной шпаргалкой, а также ускорить процесс изготовления. Правильно сделал? Или какие-то ошибки? Вы по-честному говорите? Ошибки есть, да. Какие? Ну, вы их маленькими сделаете? Ну, точнее, их очень мало. То есть, они очень далеко от друг друга. А, то есть, есть какая-то технология, чтобы они там определенное расстояние? Да. После того, как проекты будут готовы, студенты приступят к реализации. До наступления чемпионата каждому из ребят предстоит сделать по несколько изделий. А уже 26 февраля конкурсанты покажут свои силы на площадках регионального первенства. Редактор субтитров А.Семкин